О мужестве и стойкости рассказали будущим защитникам Отечества. Патриотический час прошел в Бендерском краеведческом музее. На встречу пригласили участников трех войн 20 века – Великой Отечественной, Афганской войны и защитника Пренестровья. Их могло быть и больше, но в условиях пандемии на встречу с защитниками Отечества пришли ученики лишь одного лицейского класса. Да и те сидят на дистанции и в масках. Впрочем, изучению истории через людские судьбы такие ограничения не помешают. Мы пришли сюда вместе с классом, чтобы посмотреть и узнать историю Пренестровья и почтить память. Я считаю, это очень важно для людей, для нас, потому что, чтобы мы не забывали такие важные события и почтили память. Я пришла на встречу, где будут рассказывать о войне. Я очень рада, что есть такие люди, как ветераны, которые еще есть в нашей стране, которые защищали Родину. Я очень рада, что есть такие люди. На встречу с лицеистами пришли участники трех войн. Лора Лопухина – активистка женского движения Пренестровья. Сергей Лузин – боец Афгана и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Виталий Бабак – ветеран Великой Отечественной. Именно ему довелось принимать бой в первые часы войны, трижды быть раненым в ходе сражений и дожить до сегодняшних дней. Для школьников он – живая легенда. Я смотрю на вас. Я просто счастлив в том, что ваше поколение не знает войны и не знало. Война эта шла, как вы знаете, из кинофильмов, все перед литературой двух миров – добра и зла. И все-таки победило добро. Но досталось это с самой очень тяжелой, большой потерями. Россия, СССР потеряла 27 миллионов человек. История не знала, не знает такой кровопролитной войны, как была Отечественная война. Воин – это защитник, освободитель и миротворец. В этом главная мысль выступления Сергея Лузина. Защитник Отечества выполняет священный долг перед Родиной. Эта традиция берет корни в глубокой древности, затем передается из поколения в поколение. И дети должны это почувствовать. Самое главное – это воспитание подрастающего поколения. То есть кто будет после нас, кто примет это знамя, которое передадут ему ветераны, не только афганцы, чеченские компании или тех событий, которые происходили в бывшем Советском Союзе. Это то, что они будут нести, будут продолжать. И чем они будут или как они будут воспитывать своих детей. Поэтому главная роль в воспитании – это формирование убеждений исторической праведности того, что делали их родители на протяжении всей этой жизни. Всем выступившим на встрече с детьми от музея подарены книги. Участники трех войн 20 века верят, что дети, которые знают из первых уст, как тяжело достается победа, не забудут о подвигах ветеранов, не оставят братских могил, будут хранить историю, чтобы потом, в свою очередь, передавать ее своим потомкам. Елена Расланова, Валерий Усвайска, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.